Всем привет, с вами Клеопатра. В сегодняшнем ролике я покажу вам самые первые кланы в Clash of Clans. А перед началом хочу поблагодарить вас за 1500 лайков, которые вы оставили под прошлым видео. Давайте под этим роликом соберем столько же лайков, это будет самая большая благодарность для меня за работу над контентом. Также не забывайте, что в нашей группе ВКонтакте публикуются все новости из мира Clash of Clans и Brawl Stars. Там есть анонсы стримов и их расписание, чтобы не пропустить. А в моем инстаграме всегда есть новые фоточки, сторис и, конечно же, розыгрыши. Ну а теперь усаживайтесь поудобнее, ведь мы начинаем. Приятного просмотра! Клан 17 уровня Войны Пустыни набирает игроков, начиная от 11-го Тонхола для игры на КВ, а если у тебя ТХ 12 и выше, то и для участия в ЛВК. В клане дружный коллектив, много топов с 13-ми ратушами, поэтому подкреп приходит моментально и максимального уровня. В клане также нет халявщиков, ребята следят за поддержанием уровня доната и проведением атак на войне. Тег клана Войны Пустыни оставляю в описании к этому ролику. Торопись, если ты хочешь успеть, потому что мест в клане не так уж и много. А мы сегодня поговорим про самые первые кланы, которые были созданы в Clash of Clans. И начнем вот с этого. Это клан The Order. Кстати, мои постоянные зрители наверняка помнят, как я делала видео о клане разработчиков, который тоже назывался The Order. Но это два разных клана. Если не видели, то обязательно гляньте. Что же касается этого клана, то у них прямо в шапке написано, что они являются первым созданным кланом в Clash of Clans. И что самое интересное, они до сих пор играют. Возможно, не все, но некоторые игроки в клане действительно активны. И, кстати говоря, можно даже заметить, что один из сороков этого клана – это русскоговорящий игрок. Так что, если ты меня смотришь, передаю тебе привет. Не могу назвать этот клан заброшенным, потому что, несмотря на то, что не у всех игроков есть открытые лиги и донат, в целом таких игроков больше, чем неактивных. То есть, здесь есть люди, которые что-то донатят, есть люди, которые открыли лигу, проводят какие-то атаки. Так что клан наполовину жив, наполовину не очень. Но круто, что он вообще сохранился к этому времени, потому что, как правило, все такие давние кланы, они к текущему моменту уже неактивные и люди там не играют. Если мы глянем, кстати говоря, профиль головы, то увидим, что у него уже ТХ-13. Практически фуловая прокачка, но меня больше даже заинтересовала его база. Потому что именно по препятствиям, по уникальным новогодним препятствиям, можно понять, сколько лет играет человек. И если мы присмотримся, то в левом углу у него очень большая коллекция елочек разных лет, причем некоторые из них даже очень давние. Это как раз и подтверждает теорию о том, что этот игрок очень давно в клэше. Также в верхнем углу можно тоже найти еще одну коллекцию елочек. А некоторые из них новые относительно, а некоторые тоже старые. В общем, как раз по препятствиям и можно подтвердить срок давности игры этого игрока в Clash of Clans. В описании к этому ролику я оставлю теги всех кланов, о которых сегодня буду говорить, поэтому вы сможете самостоятельно найти их в игре и убедиться, что все действительно так, как я показываю сейчас вам в видео. Следующий клан, о котором поговорим, называется Big Whale. Если вы обратили внимание на прошлый тег, то, как и прошлый, этот тег очень короткий, состоит всего лишь из трех символов. И это является как раз показателем того, что клан действительно создан очень давно. Потому что изначально в Clash of Clans кланы имели очень короткие теги, буквально как раз вот 3-4 символа. А дальше, чем больше кланов появлялось в Clash of Clans, тем больше символов приходилось добавлять в тег, потому что теги попросту заканчивались, они же не бесконечные, даже с учетом того, что в них используются буквы и цифры. Поэтому сейчас, к 2020 году, теги кланов имеют по 8 символов, а вот те самые первые созданные имеют всего лишь по 3. Этот клан, в отличие от предыдущего, к сожалению, заброшен. Здесь последние КВ-шки проводились аж 1500 дней назад. Вы можете посчитать, это примерно около 5 лет назад были проведены последние клановые войны, что опять же свидетельствует о том, что клан создан очень давно. Зайти в него, к сожалению, не получится, потому что в клане находится 50 человек, и 51-м отсюда просто не поместится. Да, и судя по профилям, вряд ли кто-то отсюда выйдет в ближайшее время, потому что все не активны. Если посмотрим профиль главы, то увидим, что это девятка, которая, кстати, ни разу не играла в КВ, хотя его клан участвовал. Но по его базе особо ничего не скажешь, потому что все сезонные препятствия здесь убраны, и оставлены только вот обычные, которые просто растут на базе. Однако, можно заметить, что у этого игрока нет даже разрушенного корабля, то есть ни построенного, ни разрушенного, вообще никакого. Это говорит о том, что данный игрок последний раз был в Клэше еще до момента появления деревни строителя, а это было аж несколько лет назад. Следующий клан, тег которого также состоит всего лишь из трех символов, на самом деле русскоговорящий, что меня очень удивило. Клан до сих пор активен, здесь есть активные игроки, и в него можно попробовать зайти, хотя в клане всего лишь 10 человек, но мне кажется, если подождать достаточно долго, кто-то из них сможет зайти в онлайн и, возможно, вас примет. Возможно, вы заметили, что необходимое количество трофеев стоит какое-то нестандартное, 777. На самом деле, здесь ничего читерного нет, это делается просто с помощью сторонних приложений. Не знаю, банят ли за них на текущий момент, раньше нет, но как раз с помощью них можно было и делать разные цифры в кубках при входе. Это было достаточно популярно лет 5, наверное, назад в Clash of Clans, но, как вы видите, до сих пор такие кланы с такими кубками сохранились. Если посмотрим профиль главы клана, то заметим, что здесь тоже сложно отследить, сколько лет он играет, потому что сезонные препятствия большинство у него удалены, остались лишь буквально несколько елочек. Но так как кланы русскоговорящие, можно попробовать к ним заглянуть, пообщаться, возможно, ребята смогут рассказать историю своего клана. А тег следующего клана очень похож на тег первого, только в конце добавляется ноль, и этот клан уже открытый, то есть в него можно вступить. В клане находится всего лишь 9 человек, и видно, что все они, естественно, не играют, то есть клан уже тоже заброшен, очень давно эти игроки не были в Clash, но, тем не менее, смогли оставить клан открытым, за что им огромное спасибо, потому что, как правило, все такие кланы либо закрыты, либо стоят на приглашении. Найти открытые не так уж и легко. И, кстати, в этом клане можно заметить, что есть русскоговорящие игроки, а есть и фанаты ютубера Годсон. Это англоязычный ютубер, так что кого тут только нет. Также в клане открытый лог, что еще раз доказывает, что он создан очень-очень давно, потому что если мы прокрутим этот лог, ход КВ до самого конца, то увидим, что одна из КВ-шек проводилась 2074 дня назад. Это практически 6 лет назад, что опять же свидетельствует о том, что клан создан очень давно. Такие кланы можно еще назвать кланами-призраками, потому что по факту они существуют в Clash, но они уже столько лет заброшены, и никто сюда не заходит, ничего тут не происходит, то есть они как бы есть, но по факту они уже как будто и не существуют. Я решила заглянуть вовнутрь, подала заявку, вступила и, кстати, увидела сразу жительницу. Такая жительница появляется в неактивных кланах после одного из последних обновлений в Clash и подсказывает вам, что пора сменить клан, если вы вдруг еще тут слышите и видите ее. Однако посмотреть историю чата в этом клане мне не удалось, потому что сюда постоянно заходили разные игроки, кстати, не только русскоязычные, в основном-то были англоязычные, которые просто потерли всю историю и последние сообщения в этом чате 200-300 дней назад. Так что, увы, узнать о чем они говорили у нас не получится. Но раз уж так вышло, то я решила оставить вам тоже небольшое сообщение в чате, можете зайти и проверить. И, наконец, последний клан на сегодня, чей тег состоит из четырех символов. Это клан первого уровня, к сожалению, он по приглашению, поэтому вовнутрь зайти и у вас, ну, скорее всего, не получится, потому что очень маленькая вероятность того, что этот игрок, которому сейчас принадлежит глава, все-таки зайдет в игру и сможет принять вашу заявку. Ход воин, к сожалению, в этом клане закрыт, поэтому посмотреть, как они играли, не получится. Единственное, чем можно насладиться, это просмотр профиля главы. Однако и он нам особо сильно информации не даст, потому что аккаунт очень непрокаченный, то есть здесь совсем-совсем начальные ратуши, начальные левлы и препятствия, которые могли бы тоже пролить свет на то, сколько этот игрок играет или хотя бы с какого года он играет, к сожалению, удалены. Однако на базе можно заметить разрушенный корабль. Это говорит о том, что последний раз он заходил как минимум тогда, когда вышла деревня строителя. Ну, может быть, когда-то зайдет еще. Можно понаблюдать за этим кланом. А прежде чем перейти к подведению итогов розыгрыша, хочу поблагодарить спонсоров канала Дэм Лакомка и Бешеная Фея за помощь и поддержку в развитии канала Клеопатра. А если ты хочешь получить множество классных бонусов, то нажимай на кнопку «Спонсировать» на моем канале и выбирай нужный тебе уровень. Уникальные эмоции и значки будут выделять тебя в комментариях. Общий чат спонсоров, где можно пообщаться со мной, доступ к эксклюзивному контенту, который не публикуется на канале, след в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной. Все это можно получить, оформив спонсорскую подписку на мой канал. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатра. Рик создал нового умного говорящего робота, который спросил у него, какое мое предназначение? Конечно же сделать фулл ТХ-13 без доната. О боже, расстроился робот, ведь на это придется потратить очень много времени. Ну а второй комментарий, я поздравляю с победой, присылай номер своего киви или карты под свой коммент, получаешь от меня приз 99 рублей, а не же 80 гемов Clash of Clans. Когда ты отправляешь смайлики, комментарии или сердечки, твое лицо остается неизменным. Но когда ты печатаешь что-то, связанное с миром Clash of Clans, ты начинаешь улыбаться. Что же это такое? Пишите свои идеи в комментарии, автор самого классного коммента получит от меня приз 99 рублей на свой киви или карту. А итоги мы подведем уже в следующем выпуске по Clash of Clans. Поэтому не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик и, конечно, ставить лайк на это видео. Ну и я желаю вам удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok